Ну что же, поехали с вечер добрый. Мы сегодня планировали начать с четырех, но, как водится, самолеты летают в свое выгодное и удобное для них время. Непогода была в Екатеринбурге, поэтому музыканты коллектива Курара не смогли вовремя прилететь. Ну, ничего, это, в конце концов, не прямой, слава богу, эфир. У нас сейчас тестовые записи, и надеюсь, что даже эти тесты вызывают в ваших душах отклик, потому как на данный момент порядка сотни человек уже находятся у нас в видеотрансляции, хотя мы, в общем-то, еще и не начали даже. Всем добрый вечер, всем привет, здрасте, парни. Радую вас всех здесь видеть и слышать, естественно, тоже. Ну, давай, Олег Ягодин, ну, как-то представим всех, да, в любом случае. Город Екатеринбург, я Олег Ягодин, Юра Облеухов, Александр Вольхин и Вася Скородинский. Вот, в общем, ничего не поменялось за то время, сколько мы с вами знакомы. В любом случае, те, кто пока не знает ваше творчество и вашу музыку, им было бы, наверное, полезно знать, как вас зовут. Представляем сегодня новый ваш альбом. Я так понимаю, что это совершенно свежая работа этого года. Да, новый альбом называется Архимед, шестой по счету. Состоит из двух частей, то есть первая часть на новый альбом Архимед, вторая часть называется Камни. Это новые версии старых песен, таких знаковых. И приурочена эта часть, к тому, что нам уже 10 лет, как оказалось, мы сами глазом моргнуть не успели, а уже и 10 лет. Подожди, а сколько шаманов существует? Существовали до чего-то? Они год-полтора, наверное. Ну, то есть немножко вы так поэкспериментировали в шаманах, а вот четвертого года как начали уже, так 10 лет подряд. Начали с альбома «Здрасте, дети», так что и 10 лет в группе, и 10 лет альбому. Мы ни разу не отмечали никакие дни рождения. Пора. Вот. Чего, юбилей 10 лет. Десяточку. Десяточка. Десяточка. Вот она, десяточка. Так, давайте так. 46-47. Это короткий номер для ваших смс-ок. 46. Кстати, смс-портал, между прочим, работает. 46-47. Сначала пишите свои. Причем пишите кириллицей, латиницей не имеет значения. Делаете пробельчик, а дальше ваше сообщение я почитаю. Тут уже есть кое-что. И пришло это кое-что еще в 9.30 утра. Ну, то есть мы вчера сделали анонс, что вы будете здесь. А люди уже, да, люди уже с утра. Ну, я потом почитаю, что там писали, о чем спрашивали. Кроме всего прочего, можно, опять же, в группе ВКонтакте, в группе своего радио, там, собственно, отписываться под анонсом. Давайте сыграем. Давайте. Не забывай называть эту песню. За главной песней. С первой песни, с нового альбома. Так оно и будет. Еще раз напомню, как всегда, живой звук. В программе живые, на своем радио. Тестовые, тестовые эфиры. Пробные. Надеюсь, вы к этим пробам относитесь с пониманием. Поехали. Субтитры подогнал «Симон»! 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 «Симон»! Низкий поклон «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за просмотр! День-то назад, но пару недель назад переслушал и еще. И в общем зацепило, так что почти каждый день слушаю по несколько часов в день. Некоторые песни переслушал по нескольку раз. В общем крутые. Курара одна из всех групп, вкус музыки которой нужно распробовать как какую-нибудь диковинную пряность. Это точно. Если понравится, будешь хотеть еще и еще и еще. Спасибо. Пишет Анатолий Михайлов. Спасибо. Это абсолютно правда. Абсолютная правда. Потому как есть привычные, совершенно уже традиционные, что называется, коллективы, которые играют музыку привычную, понятную. Там припевы есть, как водится. Понимаете как? А припевы есть как бы самые хитовые. В понимании почему-то большинства людей, слушающих музыку. Это у меня тоже загадка. Вот. Курара делает удивительную музыку. Очень необычную, нетрадиционную, но такую классную, что в принципе обойти стороной эту группу никак нельзя. Тем более нам. Я вот что хочу сказать. Мы же делаем тестовые эфиры, поэтому спрашиваем у вас, как, что, где, почему. Например, вчера, когда был год змеи здесь, вы сказали, что хотелось бы, чтобы на видеотрансляции было несколько возможных потоков. То есть послабее, помощнее у кого-то заикается. Потому что интернет слабенький, а идет красивая такая мощная, серьезная картинка. Сегодня, пожалуйста, уже три кнопочки под экраном есть. Левая, там пока не помечены они еще, левая это самый качественный сигнал, чуть правее похуже. Ну и крайняя правая совсем, да. Ну, если уж совсем слабый интернет, хотя бы, чтобы какие-то очертания были видны, что в этой студии, дескать, происходит. Значит, свои здрасте, это 4647, читаю сейчас смс-портал. Здрасте, Семен, безумно рада вновь всех вас видеть и слышать. Все отлично. Вопрос коллегу, как удается совмещать деятельность в группе и службу в театре? Спасибо за ответ. Нестерова Юля спрашивает. Да ничего, получается. Вашими молитвами. Как-то так выходит. Кстати сказать, по мне так совершенно очевидно, что актер, любой человек, имеющий отношение к театру, он, в общем, может быть себе спокойно на сцене, как и певец. И таких примеров великое множество. Главное, очень хотеть делать то, что ты любишь, и делать это с полной отдачей. 4647 сначала свои, потом пробел, а затем уже, естественно, само сообщение. Если свои не напишите, уйдет куда-нибудь, и мы его не услышим, не увидим. Архимеда непременно нужно перенести на винил, спрашивает, вернее, предлагает Виталий Маслов. А, кстати, винил есть в проекте? Виталий Маслов, он все время это предлагает. Виталий, здравствуй, Виталий. Виталий, кстати, делал клип Курара Чабана, их две версии клипов. Вот есть одна, где, как сказать, авторская версия. Это вот Виталий Маслов буквально за ночь слепил, вообще молодец. Винил, да, есть, есть, надо вот разобраться с этими сначала, релизами, а потом уже. А винил-то есть у вас вообще, в принципе, нет пока? Нет, нет. Нет, ну мало ли, а вдруг уже успели. Мы думаем, ну и хотелось бы, думаем. Так вы хотите перенести на винил Архимеда или какой-то сборник сделать на виниле? Сборник это вариант, лучше все вообще. Нет, ну все, не поместится на одной пластинке, ты же понимаешь. Но в любом случае, мне кажется, хорошо было бы на тот же винил перенести все ваши уже давно известные песни. Все, которые любят. Сейчас на iTunes мы переиздаем все альбомы. Уже на iTunes лежит за раз сидеть, и второй рыбом курар, естественно, Архимед. А грязь? Вот, следующий, по очереди, да, будут механизмы, грязь, шикарная жизнь. Мне грязь понравился из одного только названия. Там буква С, грязь. Я как-то обратил на это внимание? И в орфографии грязь, и в голове грязь, везде грязь. Да, 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 да. Что касается головы, что касается головы. Пока поговоришь. Ты говоришь о грязи сейчас, но понятное дело, что у каждого человека своя собственная грязь. Да, у него собственный мир. Абсолютно ему понятный и, может быть, непонятный кому-то другому. Но вот что касается группы Курара, я сейчас скажу одну вещь. Может быть, согласишься с этим, может быть, нет. С кем бы из музыкантов, больших, ну, в смысле, известных, малоизвестных, но талантливых, мы, вот я лично не говорил о группе Курара, ни разу я не слышал от ваших коллег по цеху, ну, я имею в виду музыкантов, что-нибудь нелицеприятное в вашу очередь, в ваш адрес. Кто-то мог сказать, ну, мне эта музыка не очень близка, но делают они ее классно. Вот это редкий случай, вот редкий случай. То есть, возможно, знаешь, почему это происходит? Потому что человек, творческий человек, слышит, что что-то здесь, вот, вот, непонятно, но круто, блин. Вот настолько непонятно, что круто. И вот если вдруг, не дай бог, сказать что-нибудь не так, а вдруг потом оно обратно, как это, бумеранг. Вот и правильно. Вот ты нас балуешь, Семен, конечно, так нельзя. Нет, нельзя? Ну, хорошо, не буду. Ну, не буду, значит, давайте петь будем тогда. Да, если время, мало у нас сегодня. Здесь называется «Локомотив». Такая вот уже нашумевшая песня. Мы, у нас, мы тут все, мы оказались все в театре. В городе появился у нас в Екатеринбурге центр современной драматургии, и там поставили спектакль по пьесе Ярославу Пулинович и Полину Бородиной «Башлачев». «Поезд Ленинграда назад». Вся группа там играет. И «Поезд Свердловск, Ленинград и назад». Нет, секундочку, вся группа играет кого? Музыканты самих себя? Музыканты, да, все мы там играем, и вот на поклоне мы поем эту песню «Локомотив». Окей. Теперь мы тоже услышим эту песню, да еще в живом исполнении. Напомню, это живые, тестовый, второй тестовый выпуск. Ну, как говорят... Это песня о том, что ничего на свете лучше нет, чем бродить друзья по белу свету. Понял, он перевел песню сразу, чтобы мы как-то, не дай бог, не ошиблись. Так вот, это, как говорят на театре, это генеральный прогон. Это второй у нас в программе живые генеральный прогон перед стартом эфира. Поехали. 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 Эфира. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я так люблю дорогу любую Разрезала змею на рельсах Слепую тянется состав В поюзанные занавески В цветах и в пятнах Все время падают на голову ребятам Моя верхняя полка справа Я еду домой, друзья Еду спокойно, я хороша вам Только в дороге есть смысл Только в дороге есть тельки Мышель холодная, потная, тонкая Как в поездах Аниела Я бы хотел любить жизнь так, как любил Своё детство в Свердловске Я бы хотел любить жизнь так, как любил Социализм Платонов и Майковский Я бы хотел ничего не хотеть И ничего не уметь И никогда не болеть То, что топнуло под жопу Я просыпаюсь на вокзале Днепропетровске Локомотив стоит, локомотив не спит Локомотив не просит петь У локомотива красивая морда У локомотива бронхит Он так устал, он хочет домой в депо Он каждый вечер боит на моё окно Копала мороженое белая кровь На колёса, как слёзы анимешных героев Моя верхняя полка справа Я еду домой, друзья Еду спокойно, я красава Только в дороге есть смысл Только в дороге есть тельки Пошли холодная, потная, тонкая Как в поездах, а не ела Я бы хотел любить жизнь так, как любил Свои детства в Сыновске Я бы хотел любить жизнь так, как любил Социализм Платонов и Майковский Я бы хотел ничего не хотеть И ничего не уметь И никогда не болеть То, что топнуло под жопу Я просыпаюсь на вокзале В Днепрометровске Я засыпаю, просыпаюсь, засыпаю, просыпаюсь Засыпаю вопросами эту реальность Обламываюсь и кувыркаюсь в башне В Москве на страшном перегрестке Субтитры делал DimaTorzok Я понимаю, почему Только Михайлову понравилась песня «Локомотив» Он же так и написал, что Вот слушал, слушал Потом вот на «Локомотив» присел Я сразу даже не понял, о чем речь Теперь понимаю Знаешь, как иногда Вот есть такие слушатели Такая часть аудитории Ну, дай бог, не наша аудитория А вообще, в принципе, люди Существуют такие Которые, слушая песни Ищут в них какие-то глубокие смыслы Под тексты Ну и, понятное дело Подкладывают под те смыслы Которые сам ты придумываешь Что-то свое А когда ты рассказываешь о том Где ты был, куда ты ходил Говорят, ну вот, а что вижу, дескать То и пою Вот, вот я так же Как ты относишься к такого рода Я что вижу, то пою А, нормально То есть тебя это никак не смущает Да и правильно Тогда вопрос снят Для этого все и существует Тогда в моем понимании Ведь тоже человек поет о том, что видит И какие могут быть упреки по этому поводу Было бы странно 46-47 Чем-то Space напоминает Круто, да Пишет Виктор Соколов В общем, намешано все И рэпчик И где-то 70-ми отдает Вот что я распробовал Может, я не прав Виктору сразу хочу сказать К рэпчику это отношение Не имеет ни малейшего Зачитывай, зачитывай Чуть-чуть, на что Нет, то, что ты делаешь Это речитатив Ну ты не путай, пожалуйста Олег Ну ты же актер Ну ты же образованный человек Рэпчик Вот, извините, я скажу Тут, может быть, не только имеется в виду То, что делает Олег А то, что вся музыка В принципе, какое-то отдаленное Вся музыка рэпчик, просто Рэпчик сплошной Братцы, они шутят просто Нет, я всегда говорю Я просто хочу, чтобы люди Немножечко лучше разбирались В том, что происходит на сцене вообще Рэп это несколько иной Несколько иная культура Если хотите Несколько иной жанр Я, например, не помню Ни одного рэп-коллектива Который делает Такую сложную музыку Пардон Ну один, ты знаешь Ну два Ну это скорее исключение Обычно рэп Чего делает рэп-артист? Он берет какие-то чужие сэмплы Это только советские рэп-артисты Почему? Из-за этого Могу сказать американских Знаешь сколько? Берет чужие сэмплы И на эти сэмплы Йоу! И не более того А то, что делает Курара Это скорее речитатив Это вот такое тонкое Отличие между рэпом и Нас хоть горшком назовите А им все равно Это те люди, которые вообще По барабану как их называют Я просто помню, например На фестивале Старый новый рок В Екатеринбурге Где присутствовал Как один членом жюри Как зал реагирует На этих парней Вот с одной стороны Вроде бы музыка Как будто бы танцевальная Да? Какое отношение она имеет к року Потом слушаешь Понимаешь Да нет Это в общем Это рок-музыка Кто-то говорит Нет, это рэп Кто-то говорит Нет, это речитатив Кто-то говорит Нет, это электроника В общем намешано Действительно всего очень много И определиться с жанром Со стилистикой Совершенно невозможно Да и в общем и не нужно И мы к этому тоже Прикасаться не будем Это просто круто И все Поздравляю Вижу и слышу вас хорошо С первым онлайном Пишет Юрий Пузиков Ну не первый уже А второй Давайте начнем с этого А Юля уже поправила его Вчера буквально Здесь был год змеи Это наши Тестовые пока записи Тестовые эфиры Мы пока в эфир Еще не стартовали Сделаем это скорее всего Сказать уже Ну в конце следующей недели Будем пытаться стартовать Так чтобы уже в полном 24 на 7 Что называется режиме Абсолютно нормально работать Пока Настраиваемся Пока технику Отлаживаем Поэтому и вопросы к вам Я сейчас больше обращаюсь К аудитории Что не так Как вам картинка Те ли ракурсы Правильно ли В кадре все выглядит Как звук Рвется ли связь Если рвется То в какие моменты Пожалуйста Поучаствуйте В тестах наших Скажите нам Что где У нас Неправильно Скажем По поводу кнопок На видео Мы уже их сделали Вчера сказали Что не хватает Мы сделали Моментум Скажите что еще Будем пытаться искать Решение тех проблем Которые возникают по ходу Потому что всего Усмотреть Уследить за всем Может быть всего предусмотреть Мы не смогли Наверное Какие-то упущения Наверное Есть 4647 Это наш коротенький номер Для смс Свои Пишите сначала Пробел А затем уже Ваши сообщения Скорее вопрос Коллектив Ну а теперь дальше Я знаю что Очень хочется Уже вам отсюда пойти Но надо бы еще Поиграть Я объясню почему Потому что ребят Сегодня концерт Мы должны Об этом Сказать можем Давай скажем Сегодня концерт В артефаке Часов в 9 Наверное Завтра Презентация Альбома В клубе 16 Презентация Альбома Архимед А в артефаке Сегодня мы Празднуем 10 лет Альбома Здрасти дети Вот так вот Абсолютно Разные программы Не совпадающие Так что Приходите И туда И туда Рисковую Аферу Мы затеяли Вот поэтому Я и говорю Что мы Хотели закончить В 6 Не получилось Закончим Несколько позже Но я думаю Два часа Мы не будем Здесь держать Чтобы потом Они не неслись Голопом В клуб Надо уважать Музыкантов Самолеты Это в общем Не их был Косяк Самолеты Не наш самолет Летают самолеты Не всегда вовремя Давайте петь Чуть побольше будем петь Чем разговаривать Чтобы услышали Побольше песни наши Песни Бара Камера Бара Камера Снова альбом Архимед Альбом Архимед Напомню Группа Курар Сегодня здесь В нашей второй тестовой Во втором тестовом выходе Программа Живые На своем радио Поехали Поехали Сегодня я проснусь Тупым Кругом А завтра я проснусь Седым Модным Первом утро Мыл из окна Луна Рано утро На коня Котла Подшиной Лед шуршит И мерзнет Голова Что нам нужно для того Чтобы встретить старость Просто и достойно Лишь две вещи Смех и ярость И немного алкоголя Пора 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 Камеру Как говорится Лондон Группай Я здесь Чужой А люди Как каменные Прячутся В ветках И машут Гранитной Рукой Редактор субтитров Сейчас я засыпаю как будто Через минуту я спокойный как будто И на чертом колесе играю в гости с гости, пьем абсент Привет семье, прощай Сергей, мы здесь Что нам нужно для того, чтобы встретить старость просто и достойно Лишь две вещи, смех и ярость и немного алкоголя Пара в пара камеру, как говорится, Лондон, Гурмай Я здесь чужой, а люди как каменные Прячутся в ветках и мажут гранитной рукой ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 уже настроить все правильно. Мы ту сторону-то не слышим, где вы сейчас находитесь, вы же слушаете эфир. А мы здесь его создаем. Группа Курара сегодня здесь. Курара в живых на своем радио со своим новым альбомом «Архимед». Песни замечательные. Люди хвалят, и звук хвалят за пультом звукоежиссерским сегодня Сергей Горев. Поэтому все аплодисменты и овации можете адресовать ему и тому аппарату, который наконец-то мы смогли поставить в студию, чтобы делать все правильно, качественно, красиво. И мне кажется, музыканты тоже довольны звуком. Хотя им все равно по барабану, по-любому. Я смотрел на них и понимаю, что им все равно. Разговаривать они не любят, они любят больше петь. Я к этому тоже уже привык. Слушай, скажи мне вот тоже важный момент. Ты же здесь, в Москве сейчас, да? — Да. — Ну, то есть музыканты находятся у себя дома в Екатеринбурге, а вот Олег, собственно, вокалист и лидер группы. Он в Москве. Чего делаешь в Москве? — Погостить приехал. Я озвучиваю фильм «Орлеан». Говорит Андрей Прошкин. Снял фильм «Орлеан». По сценарию Юрия Арабова. Юрий Арабов — это тот сценарист, который написал всю всю вот эту вот для Сокурова, в общем. — Ну, всю эту шнягу для Сокурова. Понятно. Из-за этого Сокуров уже сделал гениальное кино. Ладно, я шучу. — Ну, вообще, сценарист номер один. — Понятно. — Для всех. — Но ты, подожди, ты озвучиваешь в каком смысле озвучание? — Ну, то есть мы уже отснялись. Фильм уже почти готов. — А, то есть идет процесс озвучки. — Что за фильм? Расскажи в двух словах. Кого играешь? — Играю такого... — Подонка. — Себя. — Себя, да. — Так. — Вот «Маленький городок». Ну, в общем, это черный юмор, мистика. Фильм такой, как говорили в анонсах, в духе братьев Коинов и Линча. Смелая заявка, но... Звездный состав. Там играет Виктор Сухоруков, Елена Лядова. — Ага. — Вот. Тимофей Трибунцев. Виталий Хаев. — Ага. — Вот. Вот и все. Сюжет рассказывать смысла нет. — Не, не надо, не надо. Тебя как занесло. — Так что вот такая вот... — Позвали? — Неожиданно. — Да, мы каждый год Калейдотеатр приезжает в январе в Москву. Мы играем в театральном центре на Страстном и в этот раз с 15 января по 29 января будем играть. И вот. Все ассистенты по актерам Мосфильма ходят, смотрят спектакли и, в общем-то, многие у нас уже поснимались. У нас снимался Сергей Колесов у Лозницы. Сейчас снялась Ирина Ермолова у Андрея Кончаловского в фильме. Так что вот. Так вот. Каждый январь у нас кто-нибудь ходит, смотрит. — Каждый Новый год мы с друзьями ходим в баню. У нас традиция. Вот и вы приходите тоже в январе. Смотрите. Сейчас по ходу нашего общения поправили мы громкость микрофонов. Теперь, когда заиграют музыканты, прислушайтесь, особенно в трансляции на планете, вот этот баланс между голосом и музыкой. Случился ли он в вашем понимании или нет? Это важно. Помогайте нам отстроиться до того, как мы выйдем официально уже в эфир. Еще пару смс-чик прочитаю. 46, кстати. 46, 47 — это наш номер. Коротенький. 46, 47. Сначала пишите свои. Кириллицы, латиницы не имеют значения. Пробел, а дальше свой текст. Мелодичный, необычный звук, норма. Пишет кто-то. Ну вот просто коротко, лаконично. Кто-нибудь ругает? Пока нет. Вы уже не первый раз в эфире. Как вам на новом месте? Илья Геннадьевич спрашивает. Ну вот мы, по-моему, уже третий раз, да? У нас, да. Маньяк, наше радио. Вы за нами следующим. Ну, слушайте, выше всяких похвал. Каждый раз это просто. На подобных мы еще мероприятиях не выступали. Нас на столько качественных эфирах вообще не было. Не знаю, уж будет или не будет. Теперь я молчу. Я жду, когда он закончит. И мы похвалываем просто. Ладно, ребят, спасибо. Это действительно просто супер. Мы старались. Мы старались сделать эту студию уютной, комфортной, удобной. И чтобы басист, например, не задавал вопрос, где розетка. Он обернулся назад и увидел, что там для него все приготовлено. Все везде. Все везде расставлено. Все как надо. Спасибо. Ну вот, кукушка хвалит кукуша, да, или петуха, кого он там хвалит. За то, что хвалит он кукушку. Опять же, приятно, все равно приятно, что вы помогаете, сейчас я обращаюсь к нашей аудитории, помогаете нам. Вот, например, Белка Про пишет. Надо настроить чувствительность камеры к определенным цветам или фильтр какой подключить. Белка Про пишет. Сейчас нас слушают тех... Мы вливаемся с нами. Да. Сейчас просто технари на планете смотрят и скрипят зубами, потому что они, эти камеры, бедные, и в кровь, и в молот, не знаю, и через ЙО, и через МЭ. Они настраивали эти камеры, но фишка заключается в том, что цвет, белый цвет, он вообще состоит из всех возможных цветов. Вы же понимаете, что белый цвет, это цвет, который содержит в себе все цвета. Белая горячка, ведь не зря абсолютно научилась. Поэтому, когда, например, камера стоит так, что она видит один угол белого, угол белого куска, и другой угол белого куска, одна часть белая, она смотрится как белая, другая как серая. И здесь с этим ничего не сделаешь. по балансу белой развести, так, чтобы получается либо одна часть белого, особенно у барабанщика, потому что там ширма, еще и тень туда падает. Получается серенькая, другая белая. Делаешь одну половину белой, другая серая. В общем, с этим не побороться, терпите. Вот этот момент, сразу скажу, вот тут никак, никак. Только если поставить софиты прямо внутри, в этом аквариуме барабанщика, чтобы они ему просто в глаза лупили. Говорит, нет, не надо. Но я понимаю, чтобы ему было еще жарче. Вот с этим пока не поборолись и боюсь, что не поборемся. У барабанщика обещали микрофон. Он будет? Да он есть. Он, смотри, за твоей спиной стоит студийный. Нет, за спиной. Где спина у тебя? Вот. Можешь подтянуть его к себе. Правда, он пока не подключен, но он точно есть. Да. И теперь барабанщики смогут разговаривать, но завтра, Андрей, наш технарь придет уже подключить два оставшихся микрофона и все микрофоны будут включены в процесс. Надо петь. Следующая композиция называется «Утро». В этой композиции и песне поучаствовали наши старые друзья другой оркестр под управлением Александра Жемчуженького. Год назад мы выпустили ДВД-диск, кстати, с помощью Планеты.ру. Вот. Тоже им привет и благодарность. Им вообще огромное количество благодарности нужно адресовать. Действительно. Вот. Год назад у нас был концерт с оркестром, то есть как у Металлики, я не знаю. Два. Прочти два года. Ну, два года назад был, год назад мы выпустили. А представляешь, Металликов в интервью рассказывают у нас? У Курару был концерт с оркестром. Вот. И мы хотели повторить этот опыт. Ну, и вообще 10 лет нужна классическая рок-баллада с оркестром. В общем, пора уже. Пора. Давайте. Пора. Курары сегодня здесь Архимед. Так называется их новый альбом. Утро начинается в час, джаз. Свет бьет грубо, кофе, лестница. Утром начинается джаз. С дэйва, брубака и лесбилиэнса. Утро начинается с нас. Милая спит, не существует времени, с неба наблюдают миллиарды глаз. По снегам укутанные лежим параллельно. Утро начинается в три ночи. Серая пыль на стекле роговицы. Милая, не спи, хоть ей хочется очень. Милая, блин, Ну, не надо сердиться. Светится и сыпется снег В почву пару окурков И золотые монеты. Вырастет дерево И вырастет дочь, И мы улетим На другую планету. Белые совы, Белые сны, Где Миликрия, А где банальная правда? Миллиарды лет от звезды До звезды Бродим по карте И отвечаем квадратами Места событий, Стиль кульминация. Фразы в затылке Погибают от засыпи. Лето, костры, парокон и акация Я все украд У классических лобуха Утро начинается Субтитры создавал DimaTorzok 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 Да, оркестр потрясающе звучит Оркестр великолепно звучит Тут народ жалуется на какие-то щелчки Вот сейчас я пытаюсь понять, что за щелчки Понять, что у нас... Не-не-не-не, ребят, несколько песен, то есть там уже в трансляции какие-то есть щелчки Я, кажется, ну, я как минимум, кажется, понимаю, в чем проблема Сейчас, по ходу следующей песни попытаюсь это дело здесь уже на пульте как-то поправить Посмотрите, послушайте, если щелчки будут продолжаться, скажете об этом Если нет, тоже обязательно сообщите, что они исчезли Посмотрим, насколько я прав в своей догадке Значит, Семен, на этой неделе еще эфиры программы будут Будет один еще в пятницу Мы сделаем такой же тестовый эфир Правда, он будет уже, как и обычно, запланирован с 8 до 10 И у нас будет ДМЦ Да, дороги меняют цвет Это полтавский замечательный украинский коллектив Наши давнишние друзья Поэтому поклонников ДМЦ, те, кто нас сейчас слышит Я приглашаю в пятницу к 8 Мы проведем тест в свое обычное для эфира время Ребятам я уже понимаю, да? Надо как-то уже подумывать о том, что скоро сваливать Надо бежать в клуб Поэтому, может быть, пару песен мы еще успеем, да? Успеем, успеем Успеем, отлично С одной стороны, хочется сказать, нет, уже давайте два часа, как положено А с другой стороны, я понимаю, что сволочи быть не могу Им еще нужно будет поехать в клуб Тоже почекаться, подготовиться к концерту Который сегодня в 9 Сегодня, да, все-все бегом В 9 Все бегом и завтра Напомни, где? Сегодня артефакт, завтра 16 тонн Значит, Юрий Мишанин пишет Добрый, но уже, можно сказать, вечер Вчера была лень писать Да и успел только на кусочек первого тестового эфира Значит, вся команда нового, замечательного радио Поздравляю вас с почином Теперь осталось только дождаться полноценного эфира радио Огромное спасибо за вашу работу Вот так, секундочку, я все жду какого-нибудь, какой-нибудь части А человек просто описывает, что студия в нашей... Спасибо большое Теперь по музыкантам Вот, вот Ну что тут сказать можно? Ребята, по ходу дела плюс один в стане ваших слушателей А, то есть, вот добавился у вас поклонник Инструментальная составляющая Зашла сразу же с первой песни Люблю я такой вот космос Лирика, ммм, это надо отдельно еще послушать И вникнуть Спасибо вам за творчество Ну, комплименты в адрес нас я принял Юрий, спасибо большое Нам это чертовски приятно И теперь я понимаю, что кто-то может оценить И кто-то оценивает то, что мы тут наворотили в студии Между прочим, своими руками В мозолях, понимаешь, руки Да, Юленька? Золото просто не человек Давайте петь дальше Давайте, ребят Я думаю, что мы еще минут 10 Да, минут на 10 вас еще задержим здесь А дальше побежите уже Следующий композит называется Байконур Завершает альбом Архимед Мы сегодня спели не все песни за альбом Ну, понятно, интриг По многим причинам Соответственно, новые законы, сами понимаете Все дела А, то есть там Нельзя говорить, нельзя Я понял Я понял Вот Так Ну, Байконур Можно Байконур можно Напомню, что называется альбом Архимед Это группа Курара В нашем втором тестовом эфире На своем радио В программе «Живые» Как всегда, живой звук Поехали Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И кто-то нервно дышит Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Далеко Далеко Субтитры сделал DimaTorzok Далеко Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Далеко Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 губками она не заметит остаться он не заметит ее не узнает царапала адрес на клочьях с табачными крошками джинсах носила твой друг не придет к тебе ночью он несколько пьян для такой вот миссии не песни не сдачу взорваться только по это Медленно падаем, медленно, медленно Медленно падаем, медленно, медленно Медленно падаем, медленно Медленно падаем, медленно, медленно Субтитры создавал DimaTorzok